МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Утро последнего дня октября выдалось тяжелым для алтайских автомобилистов из-за сильного гололеда на дорогах. При этом МЧС края предупреждает, что неблагоприятные погодные условия продлятся. В течение сегодняшнего дня в отдельных территориях региона прогнозируют синоптики. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Местами пройдет мокрый снег, и гололедец на дорогах продержится еще несколько суток. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности и пешеходов, и водителей. Последних просят не совершать резких маневров и избегать обгонов. Добавим, на борьбу с гололедом дорожники края запасли 60 тысяч тонн реагентов. Кроме того, к зиме подготовили тысячи единиц снегоуборочной техники. Сегодня в Барнауле ведущие врачи страны обсуждают лечение редких заболеваний. К ним относят более тысячи до конца неизученных недугов, генетические, онкологические, а также болезни крови и ткани организма. В конференции принимают участие не только люди в белых халатах, но и пациенты, их родственники. Всего в Алтайском крае зарегистрировано 186 пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Больше половины из них дети. Они имеют такие диагнозы, как болезнь ГАШЕ, муковисцидоз, гемофилия, карликовость и не только. Сегодня особое внимание специалисту уделили проблеме нарушенного метаболизма. На встречу приехали врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска. Они расскажут, что пациент должен знать о своем заболевании, как научиться с ним жить, на какую поддержку рассчитывать от государства. Подробности в вечернем выпуске. Виновны трое сотрудников службы исполнения наказаний колонии-поселения Калманского района. Начальник, его заместитель и младший инспектор отдела охраны признаны виновными в превышении должностных полномочий, а также в краже совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Следственным судом установлено, что в 2016 и 2017 годах сотрудники службы исполнения наказаний, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, организовали силами осужденных незаконную рубку, принадлежащую к муниципальному образованию деревьев, породы, береза, осина, сосна и тополь, которые произрастали на территории Калманского района. Похищенной деревесиной должностные лица распоряжались по своему собственному усмотрению, в том числе реализуя ее местным жителям. Ущерб, который нанесли району теперь уже бывшие сотрудники системы исполнения наказаний, составил миллион рублей. Следствием совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по региону была проделана большая работа, допрошено более 60 свидетелей, назначенные и проанализированы результаты всевозможных экспертиз. В итоге начальник колонии, поселение и младший инспектор отдела охраны получили по три года лишения свободы условно. К тому же их обязали выплатить материальный ущерб. Калманскому району в один миллион рублей. Заместитель начальника колонии, поселение больше никогда не сможет работать и занимать какую-либо должность в органах уголовной исполнительной системы. Помогите найти человека. 8 октября в селе Березовка Первомайского района ушел из дома Эдуард Зверев. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшего, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы короткие, седяной, глаза карии. На вид 45 лет. Был одет в трехцветную куртку, синие джинсы и кроссовки. Если вам что-то известно о том, где сейчас находится Эдуард Зверев, сообщите по телефону, который видите на экране. В эти минуты в Институте культуры проходит первый слет серебряных волонтеров Алтайского края. В Барнаул приехало более 150 человек пожилого возраста, активисты, общественные деятели, представители Совета ветеранов. Свои 60-70 они изучают технологии, разрабатывают социальные проекты и участвуют в различных конкурсах. Подробнее о слете серебряных волонтеров расскажем в вечернем выпуске. Новая аллея появилась в Барнауле недалеко от медицинского университета. Накануне студенты, преподаватели и профессоры вуза высадили 15 голубых елей. Саженцы высотой в полтора метра их закупили в соседнем регионе Республики Алтай и специально привезли в Барнаул в преддверии 65-летия университета. Отметим, одна из елей как раз посвящена предстоящему юбилею вуза, а 14 других ученым умам медицины нашего региона. Аллея так и называется в честь почетных профессоров Алтайского края. Это не просто дань уважения и памяти. Это прежде всего понимание того, что человек заслужил быть упокоенным не только в памяти, в душе, но и в делах. Сегодня это дерево, завтра это доска, книга и так далее. Научный труд, научное открытие. И все это можно причислять к достижениям каждого ученого. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В отдельных территориях пройдет снег. Плюс 3 градуса в Алейске и Белокурихе. Около 0 в Кулундее. До плюс 1 в Барнауле. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok